Силиня пошла на риск, затеяв налоговую реформу. Сегодня премьер-министр Эвика Силиня и министр финансов Арвилс Ашираденс проведут презентацию бюджета 2025 для президиума Сейма, руководителей парламентских фракций и депутатов Комиссии по бюджету и финансов. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня 22 октября, вторник 2024 года. Презентация для слуг народа. Вряд ли, конечно, главы правительства и Минфина признаются, что, затевая налоговую реформу, налоговая реформа в кавычечках, пошли на очень сильный риск, который может и не оправдаться. Ведь это только на бумаге все выглядит красиво. А как будет в реальности вопрос? Есть вероятность, что что-то пойдет не так. И для работающих латвийцев, и для казны. И если проанализировать ситуацию, то можно обнаружить по меньшей мере 6, 6, повторяю, рисков в кавычках налоговой реформы. Риски для государственного бюджета Латвии. Начнем перечислять. Риск первый. Повышение минимальной заработной платы до 740 аж евро. Это я уже сам добавляю. Аж евро. Представляете? До 740 евро. Напоминаю, немножко отклонюсь чуть-чуть на секунду. В Литве с 1 января будет 1000, 1000, 138 евро. У нас 740 евро. До 740 евро может вынудить часть предпринимателей у нас начать сокращать рабочие места и или сократить количество рабочих часов, чтобы не нужно было платить повышенную минимальную зарплату. Это может привести к росту безработицы, уходу части бизнеса в теневую экономику и в результате сократится потребление. То бишь государство снова столкнется с недобором средств от налога на добавленную стоимость. НДС. Риск второй. Введение единого необлагаемого минимума 510 евро приведет к резкому уменьшению поступлений в казну от подоходного налога с населением. Едва ли столь значительные потери удастся компенсировать за счет повышения некоторых акцизов и налога на эксплуатацию транспортных средств. Риск третий. Налоговая реформа тоже в кавычках. Налоговая реформа очень сильно ударит по самоуправлениям, поскольку уменьшится поступление от подоходного налога с населением. И за счет единого необлагаемого минимума и за счет повышения, внимание, повышения до 1000 евро необлагаемого минимума пенсии. Мы сколько раз с вами это уже ввели, но пенсионерам это хорошо, это хорошая новость. Но послушайте дальше. Необлагаемый минимум налогом будет 1000 уже. А в данное время пока еще 500 евро сразу в два раза. Для пенсионеров. Едва ли эту недостачу удастся полностью компенсировать за счет повышения на 3% поступлений в бюджеты самоуправлений подоходного налога с населением. Очень сильно по кошелькам самоуправлений ударит и повышение минималки. Учитывая, что именно в муниципалитетах очень большой удельный вес работников, получающих минимальную зарплату или чуть выше минимальный. Риск четвертый. Возрасту, расходы и содержание, извиняюсь, государственного аппарата возрасту. Извините, друзья, сейчас разберемся. И на содержание у нас становились государственного аппарата. Поскольку повышение минималки также вынудит и в государственном управлении повышать по цепочке заработную плату. Да, даже повышение в пределах установленного в следующем году потолка, тоже потолок в кавычках, в 2,6% все равно будет стоить казне очень дорого. Государственным управляющим будут повышать все равно. Никто ничего замораживать не собирается. И не будут они замораживать. Но я давно уже хотел сказать. Тут они нарисовали 2,6%. А кто кого когда проверит? А они поднимут больше. А они какими-нибудь премиями. И мало того и так на нашей шее сидят. На шее народа. 2,6% на бумажке. Продолжаем дальше. Пятый риск. Что же в пятом риске? Повышение акцизов. Особенно на горючее. Вот, друзья. Вот где потом цепочка полезет вверх. Я имею ввиду процены. Повышение цен на все. Буквально все и вся. Повышение акцизов. Особенно на горючее. И на различные виды ископаемых видов топлива. Подстегнет инфляцию. Инфляцию подстегнет еще как? Особенно вкупе с повышением минималки и необлагаемого минимума. И это хотя с одной стороны и должно увеличить поступление в казну. Но с другой стороны может вызвать и обратный эффект. Дальнейшее сокращение потребления. А это как раз и не позволит получить запланированный доход в бюджет. Ну вот. Подходим мы к шестому риску. Шестой риск. Пальцев не хватает. Шестой риск. Как известно, бюджет 2025 года составлен с учетом максимально допустимого Брюсселем дефицита. Повторяю, допустимого Брюсселем дефицита. Брюсселем дефицита 2,99% от валового внутреннего продукта. 3%, друзья. 3%. Есть почти. Если же прогнозы экономического роста 2,6-2,9% не подтвердятся, как это и случилось с прогнозами на этот год, то тогда дефицит бюджета перейдет в опасную черту. А это вынудит увеличить кредитные заимствования. А ведь они и так за последние 4 года резко возросли. Выросли. Понимаете? Так и хочется добавить. А кто же это все наделал? Кто у нас был премьер-министром? Последний, вот там, последний, последний, предпоследний. 4, потом еще год. Ну, кто? Догадайтесь, вы знаете, кто. Кто набрал столько миллиардов? Долго. Он пришел. Был и долг 9 миллиардов. А сейчас сколько? Почти 20. Да? 20. А может даже больше. Компенсация для жителей. Так, что за компенсация для жителей? С другой стороны, возможно, правящие и сами все эти риски осознавали. Казны и умышленно пошли на них из политических соображений. Поскольку все дополнительные доходы казны пошли на оборону и безопасность. То политики посчитали необходимым, чтобы успокоить население. Успокоить население. За счет налоговой реформы увеличить доходы большинства работающих латвийцев. Даже в ущерб бюджета. Правда, в итоге увеличение акцизов и съезд, дополнительный доход населения. Но это уже будет побочный эффект. И не все избиратели свяжут рост инфляции с действиями правительства. Вот такие вот, друзья, новости. Мог бы, конечно, я соединить еще одну новость. Но не буду. Это все связано с правил Балтика, да, с узкоколейкой, друзья. Да, 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 с узкоколейкой. Что Силеня сказала, денег никаких не будет. Но это я отдельно сделаю. Не сегодня, завтра как-нибудь надо сделать новость. Да, 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 друзья, да, да. А где денег взять? Где денег взять? Нету денег. Вот и так уже. Видите, как выкручиваются? Повторяю. Красиво было на бумаге. На бумаге, вы понимаете? Силеня пошла на риск. Затеяв налоговую реформу. Так и хочется, не знаю, прочитать, не прочитать. Комментарий выскочил. Вон коротенький. Комментатор пишет. Это не риски. Это не риски. Это реальные перспективы. Ну, вы поняли, какие перспективы ждут все население Латвии в ближайшей перспективе. Вот в ближайшем году уже осталось совсем немножко. Пару месяцев осталось. После Нового года, друзья. В общем, все увидите. Все мы увидим. Конечно, что я говорю, все увидите. И мы увидим тоже. И почувствуем тоже. Все почувствуют. Ой, как почувствуют. Ну, январь, февраль, еще как-то так, знаете, еще, да, еще по ходу, как паровоз еще по ходу будет вперед бежать. Ну, а потом, друзья, ножки не будут успевать ни у кого. У кого-то, конечно же, ну, у кого подушка безопасности есть уже. И она обеспечена кем? Населением же, вы понимаете. И кому, у кого эти подушки безопасности есть. Им, как говорится, до лампочки. Это все ясно. Выбора нет. Денег нет, но выдержитесь. Народ успокоить надо было как-то, каким-то образом. Друзья, заходите. Пожалуйста, заходите. Я имею в виду к нам на канал. Посмотрите, сколько новостей. Там, я говорю, тысяч. Посмотрите, я вам все раскладываю по полочкам. Ну, как могу. Это я комментирую сейчас от себя. Как могу, конечно. Тут не надо никакой высшего образования. Это у нас же многие там сидят без высшего образования. Вон как работают, смотрите, да. А если есть высшее образование? Но оно не соответствует той работе, на которой они находятся. Понимаете? Понимаете, конечно. О, собачка тоже понимает. Побежала на работу разбираться. Но она соответствует своей работе. А у нас в основной своей матери не соответствует. Нет. Нет. Это некомпетентность называется. Некомпетентность. Не-не-не. Что вы, что вы, что вы. Ну, давайте. Ладно, я немножко продлю видео, да. Можно? Разрешите. Ну, давайте. Вот смотрите. Я, как сварщик, да. Вот сварщик. Ну, дадут мне работу какую-нибудь. Пойду я чего-нибудь лепить там, да. Да. Лепить. Художникам, да, меня отправить. Я что-нибудь нарисую? Что я там нарисую? Ты что мне тут, говорит, нарисовал? Руки и ноги сеятеля. Вы помните, да? Помните. Интересные фильмы были. Ну, как, что я могу нарисовать? Я сварщик? Могу что-нибудь. Да. Металлоконструкции. Да. Прихватить, обварить и так далее. Либо готовы уже. Кто-то отдельно прихватывает, а кто-то обваривает, кто-то обваривает. Ну, я постоянно на обварке, друзья, был. На обварке, да. Нет, бывали случаи, конечно, и собираешь, и обвариваешь сам. Ну, были, были, конечно. Ну, в основном. 99,9 на обварке, конечно же. Да. В основном тоже 90% на тяжелые продукты. Ну, либо меня куда-нибудь еще. Куда-нибудь там. Да. Танцором. Балет. В балет меня, да. Что я там натанцую? Ну, еще куда-нибудь давайте. Астрологом или еще кем-нибудь физиком, химиком. Такое нахимичу. А у нас сплошь и рядом. Вон они. Вон они. Да, друзья. Ну, я так. Вы поняли о чем, да? Пишите комментарии, друзья. Что вы думаете? Как там Силеня про риск этот? Про ее затею. Ну, она не одна же это затевает, друзья. Что она одна может затеять? Конечно, там целая команда. Тут даже, о, пожалуйста. Эвика Силеня и министр финансов Арвилс Ашираденс. Ну, уже, скорее всего, провели они. Может быть, еще ведут. Время как раз 15.00. Чуть день. Да. Повторяю. 22 октября 2024. Да. Сейчас. Дождик только что. Вот сейчас шел дождик. И мелкий до сих пор еще идет. Мелкий-мелкий. То идет, то не идет. Дождик. Про погоду чуть-чуть я затронула. Но тепло 14 градусов. Так тепло, друзья. Хорошо. Ветра нету. Листочки падают. 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 Падают листья. Да, друзья. Хорошего, конечно, мало. Я имею за перспективе. Что в дальнейшем ждет народ. Кто-то, да. Ну, первое время, конечно, почувствует. Я, как вам уже и говорил. Почувствует первые два месяца. Ну, это все повышение съестся в разы. Съест это все. Понимаете? Вот это повышение на все и вся. Пока еще, уже, хотя хотел сказать, пока еще нет повышения. Как же нет повышения? Уже. Уже есть. Есть, есть, есть. Но я эти новости не стал делать. На что повышение? Узнаете в следующей серии, друзья. На все будет повышаться. Пожалуйста. На все. Они пошли на риск. Ну, да. А кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ну, ничего. Погуляем. Порезвимся. Первый месяц. Может быть, два. Ну, кому там сколько добавили? Я уже говорил. Спрашивал. Да знаю я на сколько, друзья. Кому на 20. Кому на 20 с лишним. Кому на 30. Кому на 30 с лишним. Кому на 40. А есть кому и на 50. Это я про индексацию пенсии с 1 октября. А у нас октябрь. У нас октябрь сейчас еще 22. Ну, с 1 января. Еще раз повторяю. Еще будет повышаться. Да. Как минималка повысится на 40 евро. Но это грязный. Так же самое необлагаемый минимум для пенсионеров. На 500 евро поднимают. Хорошо. Вроде хорошо. Тоже где-то, ну, примерно, в среднем на 20 повысится. А не так, что ли? Посчитайте. Если средняя пенсия 500. Ну, ладно, 600. Давайте 600. Сейчас с этой добавкой уже близко к 600. Конечно же. Да. В среднем. В среднем. 600. Значит, что? Со 100 евро 20 выигрывается. Ну, давайте возьмем. Ну, 15-20 евро. Ну, 20 пускай. На 20 евро еще пенсионера будут больше получать. Потому что, не облагаю, минимум 1000 будет. Вот так, друзья. Вот если бы сделали минималку 1038, как в Литве. Ой, что вы, что вы, друзья. Я не знаю, откуда тут деньги такие брать. Сумасшедшие деньги. Куда-то находят сотни миллионов. Да, 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 да. И все равно продолжают. Не буду говорить, кто заявляет. Будем всегда выделять. Выделяли и будем выделять. Да, да, да. Да вы понимаете, о чем речь идет. Буду заканчивать, друзья. Напишите комментарий, что вы думаете по поводу вот этих вот рисков. А их 6 рисков. Но их не 6. Их будет больше. Их больше. Намного будет больше. Вы понимаете вот это, как принцип домино? И звенья одной цепи. Ну, ладно. Принцип домино. Вот эти 6 рисков. Но их больше. Как пойдут они. Как пойдут. Вот так вот. Все. И понеслась. Крутьверть. Вась-вась. Я имею в виду повышать. Все начнут налево и направо. Поднимать цены на все. Все. Вот и все, друзья. Желаем всем здоровья, счастья, благополучия. Мира, добра и дружбы между народами. Поставьте лайк под видео. Поделитесь в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал. Кто не подписан, зрители, большая просьба. До свидания. До следующих видео. Спасибо за поддержку нашего канала. Спасибо за просмотр.